Сколько рыбы гидают по час замору, докладного наплыва не видны никто. У рыбы шмат залежутся от самого водоема, а когда толщина леда, когда 35 сантиметров и 20 сантиметров снежного покрова, кислород в воду не трапляет. Ситуация с замором рыбы характерна только для водоемов. На рыбах сейчас ничего подобного не отбывается. Экологи кажут, что не депростый день становится повидно нормализоваться. Но за эти дни может загинуть шмат рыбы. Основная причина – недохоп кислорода. На некоторых озерах его концентрация в 4 раза меньше нормы. Когда сверху не трапляет кислород, а снизу идёт активный процесс гниения рослин, рыбе приходится совсем непросто. Вода поднялась до наступления замерзания льда и затопила прибережную растительность, высшую, которая начала гнить. Возникла ситуация резкого снижения кислорода в связи с оттеплением и возникновение предзаморной ситуации на водоемах в Гомельской области. У вугли такая ситуация для гомчины не редкость. А тому, что робить экологи ведутся добро, и начать справа, что уластными силами им просто не справиться. А тому основное спознавание на местовые органы УЛАДы. У Витковском районе, например, райбоконкам воротовые рыбы в взаимодействии со специалистами Министерства по назначенных ситуациях. У опошек, взразумело, шмат из своих задач, а леудопомозе по воротованию природных ресурсов яны не отмовили. У районного отдела МЧС есть свои поставленные задачи, но они подходят к этому вопросу серьёзно и помогают нам на решении данной проблемы. Вода и самый действенный способ насыщения воды кислородом – аэрация. Особливых затраты на непотребую, а ли ситуацию саправды нормализуем. Водаём площадь у полгектара насыщается кислородом прикладно за три годины. Способ меньше эффективный, а ли так само надейный. Высекание у лёдзи специальных ям, яке дозволяючь рыбе дыхать. По отдаденных областного комитета природных ресурсов, яховый новокольный гостеродия, зараз на Огомничине наличивается около 50 водоёмов, где склалась несприяльная ситуация. В связи с чем экологи навык объяснили огоньнообластную акцию – дадим рыбе вздохнуть. Принять в дел может каждый небояковый человек. Мы на сегодняшний день режем лунки, накрываем соломой для того, чтобы обеспечить доступ кислорода в эту воду и увеличить количество его. Для того, чтобы рыба не погибла. Не везде райисполкомы и территориальные органы Минприроды могут охватить водоёмы. Все в полной мере. Поэтому обращаемся к рыболовым любителям, что в случае выявления ими заморных явлений, всё-таки они сделали сами эти майны по возможности и обязательно информировали территориальные органы Минприроды и райисполком о возникновении такой ситуации. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Тайлерарда, компания «Гомель».